Если этот влог соберет 250 тысяч лайков, мы покупаем Тесла. У нас сейчас большая проблема, у нас осталось заряда всего на 5 километров, а до зарядной станции ехать нам... Смотрите, как красиво, когда она поднялась вообще. Мне кажется, это все, мы приплыли. Нам не хватило заряда, это моя ошибка. С этой машиной твоя жизнь превращается в квест «Найди, сука, зарядку». Место просто бомбезное. Посмотрите. Игра продолжается. Смотрите, как у Мерседеса. Когда вы поставите «Д», это будет двигаться. Когда вы поставите «П», это будет парк. Когда вы поставите «Р», это будет подниматься. Как это? Да. И когда вы хотите отключить машину, то нет кнопок. Просто выход, выход и закрывать дверь. Знаешь, как поставить этот танцем? Да. Этот? Этот, или этот? Да? Да. Да, я знаю. Я смотрю видео на YouTube. Копия «Драйбилайс». Окей, окей. Окей, окей. Нажимаешь на нее. На-ка, пустимай. Сейчас мы показываем, как происходит аренда машины. Я протупил, не показал, когда мы брали «Ламборгини», потому что там я тоже бабки платил. И я не показал, как это все происходит. Короче, ты показываешь водительское удостоверение, паспорт и все это. Драйбилайсинс? Драйбилайсинс. Драйбилайсинс. А, как? Машина. Драйбилайсинс. А, это русский. Русский драйбилайсинс? Да. А, окей, окей. Вот, короче, просто даешь ему загранник, они фотографируются чем-то печать, когда ты объезжаешь в Арабские Эмираты, ну, в Дубай. И также они снимают ID, ну, то есть паспорт этого водительского удостоверения. И все. В принципе, отдаешь деньги. Наликом отдавать лучше, потому что меньше налога и никакого процента нет. Плюс депозит 5000 дархам за то, что если там что-то повредил или сломал, то мы ничего не навредим и не сломаем, так что все будет классно. Тесла – это моя мечта. Мне очень нравится. Ты уже сикнул? Ну, еще пока не сикнул. Но скоро, мне кажется, сикну. Смотрите, как красиво, когда она поднялась вообще. Ну, на желтом салоне не так эпично смотрится. Вот с черными дисками, в белом свете, в белой поле. Да, Кири сказала, что она ему нравится, но ему не очень нравится, как она, ее расцветка. Говорит, он поменял бы на черные диски. А вообще, ему нравится белая. Вот так вот. Сейчас мы ждем наших новых друзей. И мы поедем. Смотрите, у него даже здесь какие-то камеры есть. И сейчас я в Тесле не разбиралась, как Кирилл. Там, наверное, все видосы уже посмотрела. Посмотрела все видосы на русском и все видосы на английском. Вот настолько она ему нравится. Ну, сзади она мне на самом деле не очень нравится. Спереди она намного красивее, чем сзади. Сейчас вам покажу. Вот спереди она прям вообще красивая очень. Прямо минимализм. Не знаю, ничего лишнего. Там очень красивое. Мне очень нравится, как вот здесь вот типа стекло, и оно так плавно переходит в крышу. Так красиво вообще. Так сейчас обратила внимание на это. Очень красиво. Все, Кирилл сейчас дает деньги, и мы едем. Вот наши новые друзья, идут к вам. Засаживайтесь как-то. Нельзя снимать здесь. Чего ты взял? Ну, потому что вот недавно удалили видосы все. В смысле? Ну, чувак, который здесь снимал, удалили все видосы, заставили удалить. Мне попадаться вот этим? Да, да, охранникам. И у меня в видео забрали микрофон, потому что я звук не записывал. Но я могу записывать без микрофона. Один из-за этого факта. Короче, нельзя снимать видео, я поэтому, я делаю селфи сейчас. Типа вот я сейчас сфоткаюсь, оп, сфоткался, потому что на меня охранник смотрит. И поэтому будем снимать с вами все вот так интересненько и скрытненько. Короче, у нас проблема. У меня изики, у Влада Маквины. У нас, короче, проблема, у нас с изи и Маквиной, мы не можем их тут. Короче, надо снимать. Нам нужно где-то припарковаться. Причем припарковаться так, чтобы никто не заметил. О, братан. А это, кстати, новые языки. 18-го года. Так, ребят, чтобы не забыть, я парковался рядом с тобой. Я думаю, что у человека, у которого есть новые языки, ему старые не понадобятся. Так что, все. У нас 51. Где вот 51 у нас? Место просто бомбезное. Посмотрите. Сколько же в этом всем истории. Простите за плохой звук, но у меня забрали микрофон на входе. Сказали, что нельзя. Просто вообще. И вот сюда можно наступать только тем, кто купил себе тур. Ну, по всему этому храму. А обычным людям, таким как мы, мы не имеем права. Нам сразу охранники говорят, типа, ребята, нельзя. Итак, момент истины. Смотри, изики стоят. Маквины стоят. Все. 50-й первый номер. Хотел дать вырезать, сказать, что, пошли посмотрим, что вариант застынет. Все, начались у нас проблемы. Наша машина села. У нас осталось на 7 километров. А ехать до зарядки 9? 8,6. Но мы встали. Интересный контент. Рассказывай. Так, ребят, у нас сейчас большая проблема. У нас осталось заряда всего на 5 километров. А до зарядной станции ехать нам 6 километров. Мы выключили музыку, кондиционеры. Вообще все, что можно было выключить. И едем просто, я не знаю, по накатанной газ я практически не держу. И успеем мы или нет, это вообще, я не знаю. И это первая проблема электрической машины, что она как-то очень быстро разрядилась. Так, главное не просрать поворот какой-нибудь. Это самое главное. Что делать? Вот что, если нам километра просто не хватит? Толкать, братан. Что еще делать? Толкать, да. Сущий стороны движения здесь развилки дебильные, как нам Кадди. Вообще дебильные, согласен. Как думаете, куда нам сейчас? С жопы. Вот куда нам? Нам вниз? Я думаю, вниз. Тоже так думаю, потому что тут налево. Налево, да, поворот. Держи. Там нету поворота налево, там только прямо. Мы только здесь можем повернуть. Видишь, направо нам нужно, да? Вниз. А тут только налево. Что, нарушаем ли? Да, будем нарушать. Мы больше никак не проверим. А еще у меня остался один километр. Не, здесь не будет штрафа. Почему? А что, это штраф? За то, что ты перестраиваешься так? Здесь нет камеры. Сука, сколько вас, а? У меня один процент заряда. Они просто едут и едут, представляешь? Ну ты красавчик в натуре. Если ты доедешь, я тебе прямо руку пожму. Я сам себе руку пожму, если бы у нас получится. Да, мы все уже правильного выбора. Да. Игра продолжается. Форт Боярд сраный. Ой, певец. А вот, кстати, этот торговый центр. Да? Может быть, мы где-то и зарядим тут машину? Нам просто нужна зарядка. Сраная зарядка. Я же говорил, покупайте все PowerBand. Куда нам ехать сейчас? Прямо и... 5,5 какая-то. Вот куда? На раз в руке держитесь с левой стороны. Че? Какой? Какая-то пи***и. Нам налево, да? Вон туда налево нам. Пи***и. Катя, ты точно сделала чарджер? Да. Катя, ты точно сделала чарджер? Да, да. Да. 700 метров. А сколько тачка показывает? 1 километр. Давай, пожалуй, просто езжай. Просто... Мне интересно почувствовать, что какое-то чувство, когда она встанет. Что она покажет? Что она напишет? Я просто заглохну. Мне тоже интересно ничего. Мне кажется, она газ не достает. Кажется, все просто затухло. У меня все. У меня уже руки потеют. Тесла, давай, держись. Вот если она выдержит, я ее покупаю. Если она не выдержит... Нет, давай не будем так. Почему? Не знаю. Мне кажется, здесь легче найти зарядку. Ведь в России вообще нет зарядки. Только дом будешь держать. Да. В России вообще нет зарядки. Груз 20-й пожар. Только в Москве. А где тут суперчарджер-то? Я понять не могу. Пи***и. Ты попал. Мы приехали. Но где? Где? Мы еще не доехали. Но мы вот они. Прям перед тобой должен быть. Может, это красный? Роза дарден? Нет, это роза цветочная. Суперчарджер энд кар? Где? Здесь есть все. В парковке. В парковке. В парковке. Здесь не значит. Так, мы прибыли. Но куда? Где? Ничего надо. Показать чарджер. Это или это? Нет, это не так. Может, у вас есть 3 фаза чарджера. Может, у вас есть... Это чарджер. Это или нет? Да. Это проблема. Может, у вас есть? Нет, я не знаю. Хорошо. Зарядка обычная заряжается? Там есть обычная зарядка. В смысле? Через розетку. Через зарядку в розетку. Я... 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 0 километров... Я заряжаю. Сейчас это... Это... Я нужна. Паркинг. У нас прям целый выпуск влога. Заглохли на Тесле. Она не лопается. Тут нету кнопки офф. Мне кажется, это все мы приплыли. Да, обычную розетку он может же найти там. Буквально пару часов оставить. Братан, давай. Братан, где зарядка? 0%? Меня так трясет просто. Я никогда так не волновался. Просто я понимаю, что если дура встанет, все, мы никуда ее не сдвинем. Братан... Братан, пожалуйста, давай. Мы накатаны поедем. Вообще-то не халовый, а, бро. Халовый-то как, блядь? Сам бы приучить меня английского. Да, нет проблем, нет проблем. Я возьму это, окей? Что, все это финиш? Самое главное, что это финиш. Ты в курсе, что дверь-то не откроется с моей стороны? Все откроется. Что, открываешь? Возьми. О-о-о-о, да я посмотрю. Мамочки мои, все, пожалуйста, пожалуйста. Она так подключается? Все! Все, у нас заряжается. Окей? Да, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Это выглядит как шикарно. Прикинь, после наших вогов, как люди не захотят 5 пальм в Жамейру ехать и Теслу брать. В отеле вещи пиздят, тачка садится вообще по дороге. Все, зарядка пошла. Написано, что будет заряжаться 24 часа, 3 ампера, по 10 ампер. Короче, у нас добавляется каждый час по несколько километров. Мы пойдем похаваем. Проблем нету. Короче, все, мы идем, будем кушать. Спасибо огромное этому чуваку, который вообще ни хера не понимает. Но если бы не он, мы бы ничего не смогли сделать. Короче, итог всей ситуации. Мы оставили Теслу на парковке внизу. Зашли в то отделение, где мы водили кар, Тесла. Оказалось, это, ну, вы видели, да, все наши удивления, что это был не суперчарджер. Это была аренда машин. Мы зашли, спросили, где у них есть суперчарджер. Они сказали, что в Дубае, Мирейтах, куда мы сейчас направляемся, на нижних этажах есть зарядка. Тесла – это машина приключений. Машина приключений, которая олицетворяет меня и мою жизнь. У меня в жизни всегда были приключения. И вот сейчас, первый раз, когда я прокатился на Тесле. Окей, 4-ка вот на 4-ка у тебя тоже, знаешь, машина приключений. Если этот влог соберет 250 тысяч лайков, мы покупаем Теслу. Нет. Так как мы находимся в Дубае, я могу просить большое количество лайков. Здесь лакшери-жись, а с вас лакшери-лайки. Потому что от вашего выбора зависит покупка Теслы. Ребята, все-таки эта машина, это я не уследил, что она не до конца. Ну, то есть нам не хватило заряда. Это моя ошибка. Потому что по километражу мы вроде бы должны были успевать, но мы не успевали. Поэтому, ребят, что могу сказать? Тесла – это очень классная машина. Это машина будущего. Нет. Почему, когда ты встречаешься с проблемой, ты не борешься с ней, а пытаешься избежать? Почему? Зачем покупать машину, с которой проблемы? Это малейшая проблема, это недочет. Понимаешь, к этому нужно привыкнуть. Ты привыкла к тому, что можно заряжать автомобиль бензином практически где угодно. Но Теслу тебе нужно заряжать через зарядку. Нет, я не удержу. Я надеюсь, вы меня поймете. Тесла все-таки – это классная машина, несмотря на этот минус, который с нами случился. Прошел час. Я иду возвращаться обратно. Мы уже покушали, немного походили по торговому центру, который находится здесь недалеко. И я бы хотел сказать пару слов в оправдании Тесла. Это не она виновата, что так получилось. Понимаете, эта машина, ее нужно воспринимать немного по-другому. Когда вы берете с собой ноутбук, вы же примерно представляете время, которое у вас будет держать заряд. У вас есть количество процентов, и вы опираетесь на него. Я думал, что мы успеем и найдем зарядку. Это не такая проблема. Нет, на самом деле, когда тебе нужно, это превращается в огромную проблему. Только представьте, если заряд на этой машине кончается, ты ничего не сможешь больше сделать. Ты не сдвинешь с места это корыто. Это будет железное ведро с болтами. У всего есть плюсы и минусы. И самое главное, что я хотел до вас донести, если вы в жизни своей встречаетесь с какой-то сложностью, не бросайте все. Возможно, ответ где-то рядом. И если вы перешагнете через эту сложность, не смиритесь с ней, а будете бороться, то, возможно, вас будет ожидать успех. Если у вас вдруг что-то в жизни не получается, возьмите себя за яйца и сделайте это. Не бросайте дела, не бросайте трудности, боритесь с ними. Делайте так, чтобы вам было круто. Именно так и прокладывается путь к успеху. И Тесла, несмотря на этот поворот, который с нами произошел, я до сих пор считаю, что эта машина крутая. И она дает очень клевый заряд позитива и скорости. Приключения продолжаются. Я просто подошел к машине, она сейчас загорелась. И открыла мне дверь. Тихо, 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 аккуратно. За это я люблю эту машину. Зарядилась на 10 километров. Мать твою, это же вообще не хватит. 10 километров, но, в принципе, этого будет достаточно, чтобы я доехал до Мола. А нам сказали, что в Моле есть зарядка. Зарядка, которая заряжает электроавтомобили. Пупсик, он мне прям дверь открыл, она мне все сделала. Просто вы посмотрите. Я все-таки люблю, ребят, эту машину. Она классная. Ну, согласитесь, это реально классная тачка. Кто бы что ни говорил. Дверь закрыла, она погасила все. И говорит, что заряжается. Ну, не красавица ли? Я не знаю, может быть, это во многих машинах, но к этой у меня прям почему-то лежит душа. И она мне нравится. Приключения продолжаются. Я уверен, что это еще не конец. Хотя хочется, чтобы уже был конец, и я отправился в номер и не трепал себе мозги. Сижу в этой машине. Так тихо, так спокойно. Кажется, что весь кошмар кончился. Вы видели, как мы ехали на ноль километрах? Ничего не могли сделать. Какая же эта машина клевая. Это прорыв в будущее, я считаю. Я человек, повернутый на технологиях. Я купил себе кроссовки, которые сами завязываются. Я хочу купить эту машину, мне она нравится. Любая другая мне не особо подходит. Ни Mercedes-E, ни BMW пятерка. Хотя это классные машины, это прикольные. Но это совершенно другой автомобиль. Это как купить себе дорогущий смартфон. Машина, которая напичкана технологиями, способна на многие вещи. И черт возьми, я хочу ее. Ребята, поддержите меня. В этой ситуации все против меня. Все говорят, что Tesla говно. Если бы у нас хватило заряда, мы бы спокойно доехали до торгового центра. Да, все были бы довольны. Ну а пока как-то вот просто так вот ситуация сложилась. Я не знаю, ну это жизнь. Это жизнь. Мне кажется, у каждого в жизни случаются какие-либо ситуации странные. Я не могу никак это описать. Просто примите как факт. Мне нравится Tesla, несмотря на все эти сложности. Я люблю в своей жизни сложности. Я привык преодолять их. У меня сейчас по минимуму включены мониторы. По минимуму яркость звука вообще нет. Кондер выключен. Энергии тратить не на что попросту. У меня осталось 12 километров. Ну то есть заряда есть на 12 километров. До Дубай-мола мне ехать 11 минут и 7,5 километров. Не умею я еще обращаться с этим автомобилем. Признаю. Но я научусь. И я не боюсь сложности. Я просто справлюсь с ними и сделаю хорошо. Сделаю отлично. Я смогу. И ты бы смог. Я тебе говорю. Справляйся со сложностями. Иди прям сквозь них. Не бросай дело на полделя. Философствую, блин. А сам сижу в каком-то подвале, блин, с зарядкой и машиной за 17 миллионов. Дарьте меня по голове. Все-таки дал я пару тысяч этому чуваку. Он сейчас приехал за мной и откроет мне дверь. И вон он едет на мопеде. Я не знаю до сих пор, как сложилась так жизнь, что мы встретили этого чувака просто при въезде в какой-то парковку. Он просто стоял на своем байке. И мы с ним немножко еще поговорили. Короче, эта ситуация реально какая-то очень странная. Он стоял на байке и просто сказал, вам помочь чем-то? Я решил помочь. Для меня это дикость. Ну, как говорится, земля круглая. Сегодня помог он мне, завтра помогу. Я ему. Окей, спасибо, брат. Спасибо. Радуешься мелочам. Господи, я добрался до парковки. Осталось только найти, где у них тут зарядка суперчарджер. Все. Я в парковке. Ура. 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 Все, я ищу парковку. Да, найти саму парковку было не так сложно, как сам суперчарджер. Мать его. С этой машиной твоя жизнь превращается в квест. Найди, сука, зарядку. Куда мне ехать? Тут нету. Посмотрите, а по значению, где тут суперчарджер. Нету ничего. Нету. Мне нужен человек, у которого можно спросить. В России с этим еще сложно. Но, сука, я люблю эту машину. Я не откажусь от своих слов. Люблю эту тачку. Куда ехать? Извините, сэр. Здравствуйте. Вы знаете, как здесь находится чарджер для Тесла? Чарджер? Чарджер, да. Чарджер на центре. Этот этаж? Да, этот этаж. Д3. Окей, спасибо. Где-то здесь, на этом этаже, и он ткнул пальцем туда. И, походу, чарджеры где-то рядом. Простите, что лежите там, я вам рассказываю, но я не могу иначе снимать. Все-таки нужно смотреть, куда я еду. Вот сюда я еду. Леб-то, катаюсь по парковке. Сдолбался, капец. Шел. Нашел. Вот эта зеленая стена, видите? Вот она мне и нужна. Она мне, мать его, и нужна. Как туда проехать? Как проехать к зеленой стене? Вот сюда могу заехать. И вот здесь сейчас проеду. Мамочки мои, наконец-то я нашел тебя. Вот кто бы знал, сука, что здесь вот электрическая зарядная станция для машин. Ну, ёб твою мать. Ну, капец. Ну, я бы сроду не знал. Если бы мне один из работников не подсказал. Я тут кручусь-верчусь. У меня уже 3 километра осталось. Я тут только налево могу повернуть. Ах ты, сука, такая. Еще сейчас буду крутиться. Но я уже нашел путеводитель, где могу зарядиться. Так что все, ребята. Походу, это the end, happy, нет. Короче, счастливый конец будет. Подъехал я, значит, такой. А как воспользоваться-то тобой? Здесь написано, что надо нажать вот help-кнопка. Пойду нажму. Сейчас поставлю на парковку. У меня заряда вообще практически нет. Я так и не понял, что он мне хотел сказать. Но типа он мне дверь открыл. Машину я сейчас поставлю заряжать. Остальное меня просто ну не колошматит никак вообще. Я ничего не знаю. Хата моя с краю. Барковал, ребят, все. Ну и у меня здесь горит синим, а не зеленым. Мне нужно что-то сделать. Походу, куда-то пойти, чтобы она горела здесь. Или хотя бы, подожди. Возможно, мне нужно воспользоваться не этим чарджером. Поэтому он так горит. А вот этим. Может, он горит зеленым. Смотрите. Возможно, мне ничего и не надо будет делать. Откройся, братан. Спасибо. Так. Это тоже горит синим. А там он загорелся красным. Что не так? А тут написано, что он готов для зарядки. Сука. Поэтому в России еще нет Тесел. Потому что русский человек бы уже разбил эту машину при первой зарядке. Пошел я спрошу, как зарядить эту машину. Как вы думаете, на этом мои проблемы кончились? Конечно же нет. Здесь не работают зарядки. Они сказали, спуститесь на уровень ниже. Да. Сука. Ты такая, а? Спокойствие. Главное – спокойствие. Я нажимаю на тормоз, и она сама закрывает дверь. Это меня успокаивает. Спасибо, пупсик. Спасибо. Ну, сука, у меня осталось очень мало заряда. Люблю трудности. Я справлюсь. Как бы долго и сложно это не было. Я справлюсь. Я не сдаюсь. Мне обзвонили уже ребята. Ищут меня, ходят. А я езжу ищу. Сука, мать твою, заправку. Хороший и веселый день. Давай. Сука, работай. Мать твою. Ты молодил. Пожалуйста, загорись. Пожалуйста, загорись какой-нибудь зеленый. Я не понимаю, что нужно сделать. Может быть, есть из вас профессионалов. Что мне надо сделать? Может быть, мне надо... Я не знаю. Может, не подходит для такой модели. Что не так? Что я делаю не так? Почему я объехал несколько заправок, и все они не работают? Сука. Вот это осталось последнее. Все не работают. Реально? Да. Осталось последнее проверить, работает ли она. Давай. Как я ненавижу и люблю эту тачку. Это, знаешь, люди, которые любят колпаться в жипах, либо четырехах. Вот я, наверное, человек, который любит колпаться в Теслах, и я хочу же любить... Это просто капец. Эй, а почему тут красная? Окей. Иди, ты можешь заправить правильный. Потому что сейчас ты блокируешь два пакетчатка. Так что ты получаешь правильный, и последний пакетчатку поставить на пакетчатку. Еще один пакетчатка не работает. Короче, он говорит... Окей, 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 окей. One minute. Он говорит, что если мы не отъедем, она закроется, да? Нет. Он сказал просто, что типа отгоните, вы закрываете парковку с этой стороны. Я говорю, ну типа другие все равно не работают. Смысл перегонять. Он говорит, нет, перегоните, потому что вы закрываете другую парковку. Сука. Сука, говорит. Я обошел все... Вы сами видели, я все заправки сраной здесь объездил. Оставалась одна. И она, сука, единственная, которая здесь работает. А? Там ничего нет. Давай, заряжайся, 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 пожалуйста. Я так устал. Я столько снял всяк. Короче, единственная, сука, рабочая заправка находится на G-этаже, зеленым, все вышено. Но вряд ли вам это понадобится. Главное, что, сука, работает. Я безумно рад. Это маленькая победа. Она открыта. Это просто маленькая, мать его, победа. Там скорость то ли 240 км в час, то ли 250. И все, она сама управляет и сама разгон набирает. Мы приехали в Феррари парк. А, я вижу его. Ребят, ну, вы вместе со мной получили первый опыт зарядочки. Вот от этой штуки мы зарядимся за 40 минут, детка. Чтобы вы понимали, это самая быстрая горка в мире.